Valve официально анонсировала новую систему рейтингов CS2. Релиз Starfield, одна из самых наименее забагованных игр Bethesda. Кадры нового геймплея Lies of P. Также расширенный геймплейный трейлер Warhammer 40,000 Space Marine 2. В догонку расширенный геймплейный трейлер ролевого экшена Banishers Ghost of New Eden. И наши мощнейшие игровые ноутбуки из линейки Strix. Все это сегодня в выпуске. В ночь на 1 сентября представители компании Valve официально подтвердили слухи о новой системе рангов и звании в шутере Counter-Strike 2. Информацией об этом разработчики поделились в видео на YouTube. Теперь в CS2 в режиме премьер противники будут подбираться по вашему заработанному количеству очков. Похожая система существует на платформе Faceit. Этот рейтинг позволит игрокам занимать места в топе лучших пользователей, как в Dota 2. Прошлые звания теперь призваиваются к каждой карте по отдельности. Если вы Global на Vertigo, всегда можно найти, чему поучиться на Mirage, сообщили разработчики. Таким образом, у пользователей будет по званию на каждую карту. Вместе с этим Valve выпустила обновление для CS2. С ним в новую версию шутера добавили обновленную карту Inferno. Вели формат с 12 раундами за половину. То есть теперь игры будут проходить в течение 24 раундов, а не 30. При ничьей после 24 раундов будет продление, чтобы определить победителя. Valve заявляет, что короткие матчи означают, что игроки могут играть больше и чаще. И, наконец, теперь больше игроков в CSGO, чем ранее, могут получить доступ к бета-версии Counter-Strike 2. Любой со статусом CSGO Prime, купивший CSGO до того, как игра стала бесплатной в 2018 году, и активностью теперь может получить доступ к ограниченному бета-тесту Counter-Strike 2. С таким большим количеством приглашенных игроков это может означать, что мы приближаемся к релизу. Новая волна раздач доступа к бета-тестированию уже идет полным ходом. Starfield. Одна из самых наименее забагованных игр Bethesda. 6 сентября состоялся долгожданный релиз космической RPG Starfield. Официальные обзоры, а также отзывы игроков можно без труда найти в сети. Игра достигла средней оценки 87-88 баллов из 100, что сопоставимо с Fallout 4, но уступает Skyrim. И помимо всего прочего, многие критики удивлены тем, что как-то мало бага в новом татле Bethesda. Критики сообщают о минимальном количестве проблем. Например, автор VGC столкнулся с первой настоящей ошибкой. Примерно через 40 часов игры на PC. Автор The Verge сообщил, что столкнулся всего с несколькими ошибками, отметив, что у Starfield уровень полировки, который никогда раньше не видел в играх от Bethesda. IGN, GameSpot и PC Gamer также подтверждают стабильность игры. Многие геймеры играли в игру уже до релиза. Им доступ к игре был открыт раньше, чем у других. Однако не все так гладко, особенно для игроков на консолях. VGC отмечает, что игра на Xbox была значительно более забагованной по сравнению с PC. Forbes столкнулся с несколькими серьезными ошибками в версии для PC. Еще одно издание также столкнулось с несколькими незначительными визуальными ошибками на Xbox Series X. Но несмотря на временные проблемы, Starfield, похоже, действительно хорошо шлифован. Тем более, что в ближайшее время Bethesda выпустит патчи, исправляющие оставшиеся проблемы. Но я думаю, это будет происходить явно не в один этап. Как бы там ни было, в игру уже можно играть и наслаждаться космической Одиссеей. Сегодня, ребята, я вам хочу вкратце напомнить, ну и рассказать про две очень крутые и мощные модели ноутбуков 2023 года. Из нашего арсенала геймерских ноутбуков. Это ROG Strix Scar 16 и ROG Strix Scar 18. Устройства серии Strix Scar давно являются флагманами всей линейки ROG. Благодаря своей высочайшей производительности и новой модели 2023 года не исключение. Обновленные модели Strix Scar 16 и 18 получили новый корпус, вмещающий 16 и 18-дюймовые экраны с соотношением сторон 16 на 10. На новых больших экранах стало четче видно противников в играх. А 16-дюймовая модель даже может оснащаться великолепным дисплеем ROG Nebula HDR с разрешением QHD, частотой обновления 240 Гц и мини-светодиодной подсветкой. Вообще, в дисплеях всех моделей ноутбуков Strix поддерживаются технологии Dolby Vision HDR и Nvidia G-Sync, поэтому превосходное качество изображения в играх без неприятного эффекта разрыва кадров гарантировано. Малое время отклика означает четкое отображение быстро движущихся объектов на экране, что особенно важно для динамичных шутеров. Стоит сразу же отметить важный параметр, и это охлаждение, и оно здесь очень крутое. Новый корпус способствует еще более эффективному охлаждению, что позволяет центральному и графическому процессорам работать на пределе возможностей для достижения максимальной частоты смены кадров в играх. Благодаря новым массивным радиаторам во всю ширину корпуса и трехвентиляторным термомодулем, позволяет этим мощным игровым станциям в полной мере раскрыть потенциал новейших высокопроизводительных компонентов. Это означает, что система охлаждения получила дополнительный третий вентилятор, который направляет горячий воздух от графического процессора к радиаторам, чтобы ноутбук оставался холодным во время длительных игровых сессий. Благодаря этим нововведениям наши ультрапортативные и киберспортивные геймерские ноутбуки получили значительный прирост производительности без увлечения уровня шума от работы системы охлаждения. И горячему воздуху нужно куда-то выходить, поэтому наши инженеры изменили конструкцию вентиляционных отверстий в Strix Car 16 и 18, чтобы обеспечить наилучший поток воздуха. В дополнение к тому, что вся задняя часть корпуса стала теперь одним большим и широким вентиляционным отверстием, в Strix Car 16 и 18 сохранились боковые отверстия, что дает дополнительные возможности для отвода горячего воздуха из системы. Даже радиаторы переместились ближе к самим вентиляционным отверстиям, чтобы отток горячего воздуха выходил из ноутбука быстрее и избегал рециркуляции. А в сочетании с жидкометаллическим термоинтерфейсом Thermal Grizzly Conductant Extreme, который теперь используется в моделях SCAR 16 и SCAR 18 не только для центрального, но и для графического процессора, производительность этих мощных компонентов становится еще выше. Максимальная аппаратная конфигурация ноутбуков Strix Car 16 и 18 включает флагманский процессор Intel Core i9-13980HX 13-го поколения для самой максимальной скорости в играх, а также видеокарту для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4090 с термопакетом 175 Вт, позволяющим достигать невероятного уровня графической производительности, до 64 ГБ оперативной памяти и хранилище до 4 ТБ PCI-Express 4.0 в массиве RAID 0. Полноразмерная раскладка клавиатуры удобна для управления в играх. Персонализировать устройство, чтобы подчеркнуть его уникальность, позволяют настраиваемая индивидуальная RGB-подсветка клавиш и иллюминационная полоска с поддержкой технологии Aura Sync снизу на фронтальной панели, а также сменные декоративные накладки для корпуса. ROG Strix Car 16 и 18 – это мощные портативные игровые станции на базе суперсовременных компонентов. Кадры нового геймплея Lies of P. Neo Wiz представила новое видео, демонстрирующее 7 минут геймплея своей предстоящей игры. Вдохновленный Bloodborne – это Lies of P. В данном ролике нас знакомят с Роза Изабель Стрит, когда-то процветающим местом, наполненным искусством и романтикой. Lies of P предлагает игрокам изысканный мир, наполненный напряжением, глубокой боевой системой и захватывающим сюжетом. В игре будут процедурные квесты, которые развиваются в зависимости от действий. Этот выбор в конечном итоге определяет исход истории. Игроки смогут комбинировать оружие различными способами, создавая что-то совершенно новое. Кроме того, игроки могут менять части своего тела, чтобы получить новые навыки. Эти навыки могут предоставить множество других уникальных и полезных функций. Lies of P – это компьютерная игра в жанре ролевого шутера от третьего лица. Игрок контролирует андроида Пиноккио и передвигается по городу Крад, исследуя окружающую среду и сражаясь с биомеханическими врагами. В начале прохождения игрок выбирает боевую память, которая представляет собой три разных стиля боя – баланс, ловкость и упорство. В бою игрок использует различное оружие, такое как меч и топор, а также механическую руку, которую можно оборудовать одним из восьми гаджетов. Например, крюк, чтобы притягивать к себе врагов. Ну или огнемет. Главная особенность игры – это уникальная система лжи. Она предполагает, что слова и действия протагониста постоянно влияют на геймплей. Релиз Лайсов Пи запланирован на 19 сентября на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X и S. Также игра будет доступна в Xbox Game Pass. Расширенный геймплейный трейлер Warhammer 40 000 Space Marine 2 Focus Entertainment и Cyber Interactive опубликовали расширенный геймплейный трейлер экшена Warhammer 40 000 Space Marine 2. Начало ролика довольно тянущееся. Но зато потом Капитан Титус превращается в машину для убийств и крошит всех врагов. В продолжении серии Капитана Титуса его роль исполнил Клайв Стэдден. А игра вновь будет мясным экшеном от третьего лица. Движок Cyber позволяет вывести на один экран сотни тиранидов. Но война идет не просто перед игроком, а простирается до самого горизонта. В игре будет много сражений в ближнем бою. Действия происходят после падения Кадии, с первой части прошли десятилетия. А технологии Империума также изменились. В игре будут и молодые Примарисы, улучшенные космодесантники. Титус пока не стал одним из них. А игра подобно расскажет о том, как происходит взаимодействие между старым поколением космодесанта и новым. Империум будет показан и с мрачной стороны жизни, и в огромном городе Улья. Warhammer 40,000 Space Marine 2 заявлен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Игра выйдет этой зимой. И также расширенный геймплейный трейлер ролевого экшена Banishers Ghost of New Eden. Focus Entertainment и Don't Not опубликовали расширенный геймплейный трейлер ролевого экшена Banishers Ghost of New Eden. В нем можно детально рассмотреть игровой процесс, изучение локации, применение способностей и даже битву с боссов. Что гласит описание игры New Eden 1695 год. Влюбленные друг в друга изгнатели Антея Эдуарте и Ред Макрайт, охотники на призраков, поклявшиеся защищать живых от неупокоенных призраков и теней. Очередное задание заканчивается трагедией. Антея погибает и сама становится одним из ненавистных ей призраков. В захваченной нежитью североамериканской глубинке влюбленные отчаянно ищут способ спасти Антею. Разработчики обещают глубокую и эмоциональную историю обреченной любви, нелинейную историю, возможность играть за двух героев, использовать оружие, колдовство и призрачные силы, а также систему лута и прокачку. Banishers Ghost of New Eden выйдет 7 ноября на PC и PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Предзаказы уже открыты. В Steam заявлена текстовая локализация и русский язык. На сегодня это все, ребята. Я по традиции с вами не прощаюсь. Я говорю до новых встреч. Спасибо большое за просмотр. С вами был Никита, это RUG Pulse. Следите за новостями Republic of Gamers. Будьте с нами, держите руку на пульсе, будьте в тренде самых свежих и последних событий. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok